МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, Арина! Хай! Включи музыку-релакс. Включаю. Летнее тепло, пора валяться на зеленой травке и наслаждаться солнечными ваннами, отложив телефон, оставив дома в одиночестве компьютер. Или того лучше, уехать в деревню подальше от цивилизации и насладиться единением с природой. Мне удалось вырваться из городской суеты и уехать в Урнарский район, чистый, зеленый и не сильно отдаленный от города. В деревне Малдекасы собрались лучшие дойеры со всей республики. Хотя теперь эта профессия именуется оператор машинного доения. Технологии приходят на помощь и аграриям. Родители на ферме выросли. Когда маленькие были, с родителями вместе ходили на ферму. Животные понравились, и осталось себе вручную даем домашней коровке. А как вам больше нравится? Вручную или аппарат? Аппаратом, конечно. Аппаратом. Аппарат делает, только стоишь, последовательность надо соблюдать. А руками надо, руки, чтобы сильные были, работать. Екатерина Георгиева дважды выигрывала республиканский конкурс. Сегодня она дает мастер-класс по разборке и сборке доильного аппарата. 32 детали разобрать и собрать за 4,5 минуты. Руки помнят, говорят конкурсанты. Остается совладать с волнением, которое охватывало даже мужчин. В этом году в республиканский финал вышли двое дойеров. Из Аликовского и Комсомольского районов. Впрочем, чьи бы ни были руки, от них зависит и самочувствие коровы, и даже вкус молока. Санитарные, гигиенические, все условия, если выполнять как надо, корова все равно будет здоровой. Молоко тоже качество хорошее будет. Все от этого зависит. Многое зависит даже. Главное испытание в доильном зале молочно-товарной фермы. Коровы на своих местах. Они в прямом смысле подключены к системе. Все прошли через рамки на входе. Транспондер с чипом по вай-фаю передал информацию, где какая корова расположилась. Вот он чип, который читает через там антенну и выводит к нам в компьютерную программу Альфру. Синенькая подвеска есть у каждой коровы, которая хоть раз приходила на дойку. Здесь у нас уже идут данные коровы. Когда она отелилась, когда она последний раз осеменялась. Идет время дойки, сколько она, в какое время она доилась, сколько молока. Могу еще показать само. Вот сейчас что доят? Сейчас тоже эти данные? Они подойдут минут через 20. Другая программа «Селикс» хранит абсолютно все данные по каждой корове. О ее молоке, процент жирности, белка – полная информация. Вплоть до родственников в пяти поколениях. Это как медицинская карточка, только дополненная семейным древом. Ежедневно мы даже можем пронагнуть, если у нас ассиминаторы. Так как у нас поголовье большое, бывает так, что ассиминаторы не могут найти корову. Мы можем посмотреть, зайти в программу «Альпро», посмотреть, во сколько она доилась. И девочки уже, спокойно зная, во сколько доилась, они знают, в каком они загоне находят, либо лечат, либо осеменяют, ну, наблюдают за этой коровой. Мы в любой момент можем найти любую корову по времени дойки. Об автоматической дойке коровы задумались еще в 19 веке. В 50-х годах появились первые удачные аппараты на основе ручных насосов. Изобретательные умы трудились над этой задачей в нескольких странах одновременно. Сейчас все технологии завязаны на компьютере и профессиональных программах. Их изучают в летнем лагере Кванториума. Принимая во внимание, что сейчас в угла в угла ставится проект цифровизации экономики, мы обращаем внимание на такие компетенции, как сайтостроение, 3D-моделирование, безусловно, само программирование. Причем на разных языках. И Ардуино, и Питон. Начинают ребята изучать программирование с игровых моментов, то есть с объектного перемещения просто блоков. Они понимают, что такое алгоритмика, и как вообще, в принципе, строится программный код. Также здесь смежные программы по IT-сфере. Это интернет вещей, это работа с большими данными, и кибербезопасность в интернете. То есть это обработка больших данных и защита личной информации. У тебя глаза самый нижний слой. Над ним еще четыре. Тебе нужно их вынести выше головы. Если они будут над головой, тогда они будут сверху. Сможешь их увидеть. Я рисовала своего кота игрушечного. И мне его на день рождения подарили. Я его почему-то пельмешкой назвала. Мы его делали в одной программе из разных геометрических фигур. Сегодня мы начали делать с ним анимацию, чтобы он двигался. Ребенок очень хорошо видит связь между действиями. Он сразу понимает, я ему объясняю, что делать. Он сразу в голове видит конечный результат. Потому что по такому же принципу делаются игры, делаются мультики, которые они смотрят каждый день. Поэтому они каждый день видят у себя перед глазами пример готового продукта. Поэтому очень легко делать интересность. В программах пакета Adobe в векторном иллюстраторе и авторэффекте и они создают свои первые гифки. Это пара разработчиков онлайн-игры. Ваня – дизайнер, 10 лет. Никита – программист, 14 лет. Название игры пока что временное. Боря Зыгей. То есть по имени главного персонажа Боря. Пока что эта игра на набор примитивов похожа. Мы пока с дизайном не очень разбирались. Вообще целью игры является просто собрать все монеты. Сначала я создаю уже предварительную вещь у себя в голове. Если она мне нравится, я ее создаю и в программе. Сейчас я делаю портал, которого нужно будет коснуться, чтобы перейти на следующий уровень. Умеешь создавать – умей и играть. Посмотрим, кто кого. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, какая покойка идет? Первая. 30% примерно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты до сих пор не проиграл? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Монетку взял на уровне по три монетки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут 7-10% уже пришел. Вторая монетка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое сложное будет сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неужели не разбудится? Сто процентов на три монетки. Еще пара лет тренировок, и я смогу так же. Но это не точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глазки камер смотрят на нас почти с каждого здания. Внутри офисов, торговых центров, детских садов. Особая тема – банки и банкоматы, где люди частенько оставляют свои карточки или деньги, а другие их просто забирают. Хотя куш срывают они ненадолго. Как правило, этих счастливчиков быстро находят. Также нашлись эти двое, решившие, что детское кресло – мечье, и забрали его. Оказалось, хозяин выставил посушиться рядом с гаражом, а увидев, что кресло пропало, заявил в полицию. Объявления о поиске предполагаемых нарушителей все чаще появляются в сводках. А видео – неопровержимое доказательство. За кем наблюдать, это тоже очень полезно. Потому что если мы поставили наблюдение дома, и вдруг пропала какая-то вещь, то он просто может доказать, что ты ее не брал. Это помогает все-таки общественному порядку, способствует безопасности общей. Например, что-то случится, кого-то убьют, сразу можно узнать, кто убил. Найти этого мерзался. Это как бы не ущемляет, мне кажется, права даже человека. Но если это не нарушает каких-то личных границ, то вполне нормально. На работе я сама могу решить, ставить мне видеонаблюдение или нет. А вот если, например, возникают случаи воровства, то в таких случаях я бы оставила. Если что-то произойдет, то это будет записываться, и будут доказательства какие-то. Ну, вообще, если в туалетах будет стоять камера, то это будет плохо. То есть, если бы ты что-то совершал бы, что-то плохое, то тогда да. А если ты мирно идешь, спокойно, то, мне кажется, нет никакой неприязанности к этому, то, что камеры стоят на каждом доме. А где можно посмотреть заснятое видео? До середины апреля смотреть программы на телеканале «Национальное телевидение Чувашии» можно было дома по телевизору. Такая опция теперь доступна тем жителям Чувашии, кто подключил дополнительный платный пакет каналов у операторов домашнего ТВ. Чувашии – пятая по численности населения нация в России. И большая их часть живет за пределами республики. Как им и жителям Чувашии узнавать новости родного региона? Отвечаем здесь и сейчас. «Национальное телевидение Чувашии» можно смотреть в любое время, в любом месте, при помощи сервиса «Мегафон ТВ». Причем на большинстве тарифов линейки «Включайся» новости Чувашии и другие программы можно смотреть абсолютно бесплатно. И если вы не успеваете к началу передачи добраться до дома и включить телевизор, то можно все это сделать прямо на вашем смартфоне. Регистрация очень простая. Нужно скачать приложение, зайти и выбрать нужный пакет. А для тех, кто здесь впервые, дается неделя бесплатного доступа, чтобы протестировать все возможности. Кстати, под одной учетной записью можно заходить с пяти устройств. С телефона, компьютера, планшета, телевизора и даже с портативного кинотеатра. Да, на смарт-ТВ приложение тоже доступно. При этом можно начать смотреть фильм или канал на одном устройстве, например, на телевизоре, а продолжить на другом, например, на телефоне. Трансляции телевизионных каналов ведется одновременно на всей территории России. Поэтому новости Чувашии, которые выходят в 20.00 по московскому времени, жители Удмуртии увидят в 21.00 по местному. Привет! Привет! Только что смотрела твою программу. Да, в следующий раз тебя увидишь. Да, и когда? 25.00 июня в 20.30. Это по нашему времени у вас будет уже 21.30. Угу, ну-ка я прям тут, да? Да. Давай рассказывай, что еще в Мегафон ТВ смотришь, кроме моей программы. Например, с дороги мы куда-то ездим с детьми, я могу включить мультики. Также мне нравится там раздел рекомендации. Рекомендации, если, например, ну, не знаешь, как вы выбрали на вечеринке, там можно, соответственно, нужно выбрали. Но больше всего мне понравилось то, что можно было там смотреть группы стол прямо в день выхода серии. О, круто! Прям со всем миром смотрела, да? Да. Прям без опозданий. Ха-ха, здорово! Национальное телевидение Чувашия включено в бесплатный пакет базовый на Мегафон ТВ. В пакете более 30 каналов на любой вкус. Также НАЦ ТВ есть в пакетах оптимальный и максимальный. На них есть небольшая абонентская плата, но и каналов более 100. А также включен просмотр сериалов и фильмов. Мегафон дает возможность всем жителям Чувашии и даже России следить за событиями в регионе с помощью сервиса. Ко всему прочему, у абонентов Мегафона контент-приложения Мегафон ТВ не съедает интернет-трафик. Сервис доступен на всей территории действования Мегафона, то есть по всей России. Подключить его может абонент любого оператора связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok